Пожалуйста, проходите, занимайте места. Доброе утро! Слава нашему Господу! За то, что мы еще живы. Да? А если бы мы умерли, это хуже? Доброе утро! В такое время, интересно, в Америке, я думаю, может, это даже традиционно, очень многие, даже номинальные христиане, просто живут простой, ну, как бы мирской жизнью, но у них Бог есть как приложение Иисус Христос. И вот, когда они ложат спать своих деток, и у них такая молитва, учат своих детей, Господи, благодарю Тебя за эту ночь, которую Ты мне даешь. И если Ты в эту ночь придешь за мной, то чтобы мое сердце было готово ко встрече с Тобой. И я Тебя за это благодарю. Вы понимаете, слова утешения и надежды и упования. Поэтому, по милости Господа, мы еще имеем это общение на этом месте, за что слава нашему Богу. Что мы еще живые на этой земле, мы можем исполнить Божью волю, и то дело, которое Бог определяет для нас в нашем сердце, начатое дело, как апостол Павел говорит, чтобы Бог совершил до конца. 33-й Псалом Давида говорит так. Сердце Давида настолько было открыто для Бога или пред Богом, и всегда было наполнено словословием и хвалой тому, который его создал, и который в свое время его призвал и поставил царем над Израилем. И у него сердце всегда было и в устах, и в сердце именно славить Господа, поклоняться, благословлять Его святое имя. И он говорит, благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом только будет хвалиться душа моя. Настолько его сердце было открыто для Бога. Дух Святой пребывал на нем, он был помазанник Божий. И его сердце всегда радовалось о Боге. И, что характерно, у него всегда была причина, за что благодарит Бога. И здесь в конце мы слышим, я взыскал Господа, Он услышал меня и от всех опасностей моих избавил меня. Вы знаете, мы сегодня живем благодаря Божьей милости. Не потому, что мир на этой земле, не потому, что все в порядке. Но, вы знаете, мы находимся на хайвеях в машинах, мы на работах находимся в экстремальных таких положениях. Но благодаря только Божьей милости мы сегодня живы. Слава Ему! И Бог является нашей защитой и источником нашей жизни. И мы благословенны тем, что наша жизнь сокрыта в Боге. Поэтому мы спокойно ложимся, спим, встаем, потому что мы под Божьим покровом. Слава Ему! Сегодня у нас особенное собрание. Мы собрались, чтобы вспомнить страдания и смерть Господа нашего Иисуса Христа. По-христиански мы это называем Вечеря Господня. Но Вечеря Господня еще называется Таинством. Вот это видимое, что мы видим хлеб и вино, оно невидимым образом внутри нас что-то совершает. Невидимо, через хлеб и вино мы соединяемся с Богом. Невидимо, мы приобщаемся к телу и крови Господа нашего Иисуса Христа. Это великая тайна, которую даже многие, к сожалению, христиане даже этого не понимают. Но через вот это Таинство мы получаем Божью благодать для своей жизни, что совершать волю Божью, живя на этой земле. И поэтому, насколько важно, чтобы наше сердце вот именно понимало, не в форме, не формой определяется это служение, причастие, а именно сутью. Вы знаете, очень многие сегодня и сегодня еще спорят, какой хлеб применять, кислый или пресный, какая чаша, что там должен быть, виноградный сок или вино. Братья и сестры, не в форме дела, а в сути. Причастие имеет духовный смысл. И если я сегодня с духовной стороны прихожу, понимая, что я являюсь причастником, я соединяюсь со Христом через хлеб, и так написано, чаша, которую благословляем, не есть ли приобщение крови. Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела. Это настолько важно. Я просто, братья и сестры, нас сегодня призываю к тому, чтобы вот это таинство, оно производило особенную работу и плод имело в нашей жизни. Поэтому Павел предупреждает, смотрите, рассуждайте, смотрите, испытывайте свое сердце. Другими словами, правильно подходите к этому, к этой заповеди, это есть заповедь, которую ни апостолы, ни церковь придумала, а сам Господь оставил, будучи еще на этой земле. Поэтому, понимая все это, мы будем сейчас молиться, чтобы Господь открывал нам духовные глаза и дал понимание Его истинам. Потому что это есть источник нашей жизни. Первые христиане в Деянии Апостола, мы читаем, они постоянно пребывали в учении Господня, в общении, в преломлении хлеба, в молитвах. И ежедневно, братья и сестры, подчеркиваю, ежедневно, потому что для них смерть Иисуса, она еще настолько была реальна, они видели это. И для них, в их жизни, оно имело особенную роль. Я бы хотел, чтобы сегодня не только умерший, но воскресший Христос, Он был реальным для каждого из нас. Чтобы та благодать, которая присутствует в собрании Духом Святым, чтобы эта благодать совершала свою работу в наших сердцах, чтобы, когда мы, выходя отсюда, мы чувствовали наше преобразование. Мы чувствовали, что мы что-то приобрели от Господа. Мы чувствовали, что Дух Святой что-то совершил в нашем сердце. И мы уже, будучи измененными здесь, сначала в разуме, а потом в духе. И очень важно, когда сеется семя вот сюда, чтобы оно пало на добрую почву наших сердец и принесло плод всемогущему Богу во имя Иисуса. Давайте мы поднимемся. Благословенное имя Твое, наш Отец. Мы поклоняемся Тебе, мы славим Тебя. Мы превозносим имя Твое, Господь, ибо оно чудно. Свят Господь, Саваоф. Мы благодарим Тебя за эту милость, которая обновилась над нами в этот воскресный день, чтобы в собрании святых мы можем предстоять при лицом Твоем с открытым сердцем, поклоняться Тебе, превозносить имя Твое, славить Тебя, благодарить Тебя во всякое время за все милости Твои блага, которыми Ты окружаешь всех живущих на этой земле. У Тебя нет лицеприятия, потому что Ты есть Бог Любов, и мы Тебя за это благодарим. И Ты любишь благотворить всем, приходящим Тебе. И Давид говорит, что все, кто обращал взор к Тебе, они просвещались, и лица никогда не оставались в стыде. И это успокаивает наше сердце. И мы верим, Ты тот, который был вчера, Ты тот и сегодня. И завтра Ты будешь тот же, которых любишь нас, который охраняешь нас, заботишься о нас. Велика милость и верность Твоя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за все заповеди Твои, которые Ты оставил для живущих, и особенно для Твоей церкви. И Ты эту заповедь определил, таинство, вечерю Твою, чтобы мы вспоминали Твою смерть, Твое ломимое тело, пролитую кровь, и Твое воскресение. Потому что Ты есть живой Бог, Духом Святым, пребывающий среди Своего народа, и живущий в наших сердцах. Слава Тебе! Пусть на этом месте сегодня откроются Твои источники особенным образом, да умножится Твоя благодать в Твоем народе, в каждом сердце, во имя Иисуса. И мы благодарим Тебе, Отец, за все благословения, которые мы имеем в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Да прославится Твое имя! Мы открываем наше сердце, Господи! Мы поднимаем руки наши к Тебе, к Твоему престолу, потому что оттуда приходит только помощь, во всякое время, и на всяком месте. Да будет Твое имя благословенно, да будешь Ты прославлен, и возвеличен всемогущий и сильный наш Бог, Отец, Сын, и Дух Святой. Аминь! Воздай Богу славу! Я открою сердце дверь, Маспою Тебя Тебе, все во мне пускай поет, славу Богу воздает, славу Богу воздает. Как над землею облака, как надо мной твоя рука, я с Тобою не боюсь, все смогу в Тебе, Иисус, все смогу в Тебе, Иисус. Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя, Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя. Я устану славить, петь, на Тебя мой Бог смотреть, славы пустырь, как и чел, с небеса хвалу несет, с небеса хвалу несет. С этим кругом снизу зайди, на меня в Твоей любви, преклоняюсь пред Тобой, наполняй меня собой, наполняй меня собой, Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя. Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя. Я открою сердце дверь, поспою Тебя теперь, все во мне пускай поет, славу Богу воздаёт, славу Богу воздаёт, как над землею облака, так надо мной Твоя рука, я с Тобою не боюсь, все смогу в Тебе, Иисус, все смогу в Тебе, Иисус, Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя. Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя. Ты, Бог мой, нет другого у меня, Ты, Бог мой, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя. Слава Тебе, Господь, мы славим Твое имя, мы величаем Тебя, Творец наш, Ты достоин, Ты, Бог мой, Тебе вся слава, Тебе вся хвала, благодарим Тебя, Господь, слава Тебе, слава Тебе, Господь. Отец Небесный, мы с любовью за все Тебя благодарим, мы сила Твоего, мы ты кровью, пред Тобой благодарение стоит, слава всемогущему Богу, Он был, он весь его грядет, слава всемогущему Богу, вовеки вовеки веков Отец Небесный мы всю болью за все тебя благодарим мы сына твоего мы ты кровью пред тобой благодарен Иисай слава всемогущему Богу он был он слава всемогущему Богу вовеки веков Отец Небесный мы с любовью за все тебя благодарим мы дарим мы сына твоего мы 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 облечим мы 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 и мы 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 Слава Тебе, Слава Тебе, Иисус, Ты жизнь наша, Ты искупитель наш, Ты дал нам спасение, где-то глубоко Ты нас нашел и искупил. Мой Господь, Ты жизнь моя, Надежда на Тебя, не поколеблюсь я, Мой Господь, любовь моя. Я стремлюсь к Тебе явно, Как сладостна Твоя любовь, Все заботы мои Отдаю я в руки Твои. Мне не страшно, ведь Ты за меня, Бог всей земли. Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, Господь. Иисус, распял Ты грех мой, Твой греческ для меня, теперь свободен я. Иисус, всю жизнь мою Тебе я отдаю, Спаситель, я Тебя люблю. Все заботы мои отдаю я в руки Твои. И мне не страшно, мне не страшно, ведь Ты за меня, Бог всей земли. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Благодарю, я за любовь Твою. Благодарю, Господь, Крис, послужи меня. Благодарю, Господь. Благодарю, Господь. Благодарю, Господь. Всех в сердце я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Ты в сердце я люблю Тебя, я люблю Тебя, я люблю Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Творец наш и Бог наш. Мы славим Тебя, мы поднимаем руки к Тебе, Господь. И величаем Тебя, Творец наш и превозносим Тебя, Иисус. Ты достоин славы, Иисус, Ты достоин славы, Ты достоин чести, Ты достоин величия. Альфа и Омега, начало и конец, Первый и последний, Тебе вся слава, хвала Тебе, честь. Да будет имя Твое прославлено, Господи, Да будет имя Твое превыше всякого имен. Мы превозносим Тебя, мы поклоняемся Тебе, Мы любим Тебя, Иисус. Мы любим Тебя, Иисус. Мы пришли сюда, потому что мы любим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, Мы любим Тебя, Господи. Благодарим Тебя за великое, что Ты сделал для нас. Аллилуйя! Я люблю Тебя, Иисус. Я люблю Тебя, Господь. Ты пришел на эту землю для нас. Ты сделал огромный подарок для нас. Ты взял наши немощи, наши грехи и понес их на крест, чтобы мы сегодня были свободны, оправданы, очищены, омыты. Только для того, что Ты полюбил нас так сильно, И отдал Сына Своего, не пожалел его. Для того, чтобы мы имели жизнь, жизнь вечную с Тобой на небесах. Мы любим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя. В этот особенный день мы хотим воздать Тебе от всего сердца хвалу. В этот особенный день мы хотим прославить Тебя, особенно, Господь. Истинный свет спустился во тьму, чтобы мы сияли во свете Твоем. Хвала Тебе, Господь, Хвала Тебе, Господь. Спустился во тьму, открыл мне глаза, и я увидел Твою красоту восхищаю с Тобой я, Надежда всей жизни моей. Я пришел прославить, сердцем поклониться, Я пришел сказать, что Ты мой Бог. Ты, Господь, прекрасен, Ты один достоин, Ты один все для меня, мой Бог. Я пришел прославить, сердцем поклониться, Я пришел сказать, что Ты мой Бог. Ты, Господь, прекрасен, Ты один достоин, Ты один все для меня, мой Бог. Я пришел сказать, что ты, Господь, прекрасен, Я пришел, женщина, я свечен, Я пришел, schöne, что ты сегодня не будешь мне. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok I never know how much it costs To see my sins upon the cross I never know how much it costs To see my sins upon the cross I never know how much it costs To see my sins upon the cross But I didn't know how much it costs I never know how much it costs На крест мой грех был вознесен Но я не знал такой ценой На крест твой грех был вознесен Я пришел прославить, сердцем поклониться Я пришел сказать, что ты мой Бог Ты прекрасен Ты Господь прекрасен И ты достойный Ты один достойный Ты один все для меня мой Бог Я пришел прославить, сердцем поклониться Я пришел сказать, что ты мой Бог Ты Господь прекрасен Ты один достойный Ты один достойный Ты один все для меня мой Бог Аллилуйя Тебе, Господь Аллилуйя Тебе, совершенный во всем, Отец Ты будешь ты прославлен Прославлен от всего нашего сердца сегодня Бог святой Бог святой Мы не можем до конца выразить то, что мы переживаем, Отец Благодарим Тебя Что ты сделал это Аллилуйя, слава Тебе Благословляем Тебе, Господа Сил Благословляем, Господа Сил Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя Тебе, Иисус Слава Тебе Отец, я не могу до конца понять Всю глубину Твоей любви Я не могу понять до конца, как ты взял мой грех Я не могу понять это, но я благодарю Тебя Я благодарю Тебя, что у нас есть возможность Ходить пред Тобой, Отец Ты дал нам эту привилегию Не многие имеют, но мы имеем Мы благодарим Тебя Господи Сил, Ты принимаешь нас всех разных Ты принимаешь нас с разным прошлым Благодарю Тебя, Иисус Я славлю имя Твое, ибо жертва Твоя для меня Благодарю Тебя Благодарю Тебя, Дух Святой Поведи каждого Поведи Мое сердце В истинное общение с Творцом Чтобы мы могли знать это И быть уверенными до конца Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, Слава Тебе Слава Тебе Ты воскрес И гроб был пустой А мы сегодня живы Я благодарю Тебя, Отец Что дарованная милость в вечной жизни Для каждого сердца Кто исповедует Тебя Господом И верит до конца Аллилуйя, Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Слава Тебе Ты, Господь, Ты определил это в нашей жизни И все, что нам надо, только покориться Тебе Принять верою С любовью следовать за Тобою Аллилуйя, Слава Тебе Ты пастырь добрый Мы в безопасности с Тобой Отец, помоги каждому сердцу Принять эту веру Прилепиться к Тебе Насколько это возможно Прилепиться от всего сердца Господь Ты делаешь это даром Ты соделал это по милости своей И мы часто не можем принять О, Господь, открой нам Слава Тебе, Спаситель Аллилуйя, Слава Тебе Братья и сестры Сегодня у нас вечеря Я просто в двух словах Первое, коринфянам Двенадцатой Да, в двенадцатой главе Восемнадцатом стихом Но Бог расположил члены Каждый в составе тела Как ему было угодно А если бы не все были один член А если бы все были один член Где было бы тело Сейчас мы поем Когда мы поем Господа Насколько Бог совершенен И я так думаю Если бы мы все пели в унисон Было бы красиво А так у каждого И свой голос Кто-то поет альтом, тенором, сопрано У каждого свой багаж Своя жизнь И Бог нас соединил вместе Как это прекрасно Это как самое совершенное пение для Господа Да, иногда некоторые люди хотят Чтобы все пели в унисон Так как они желают Так как они понимают Многие вещи Но Бог так не думал И Он так не сделал для нас Он принимает нас такими Какие мы есть И в этом Его слава И в этом Его полноценное тело И поэтому Каждый следуйте за Господом Не смотрите Если другой как-то делает по-другому Это не значит, что он делает неправильно Он делает как для Господа И Бог это принимает И это Его совершенная хвала Поэтому, братья и сестры Слава Богу, что мы в доме Его Сейчас мы будем приносить наши десятины И в этом тоже особое служение Сердца нашего, любви нашей И поклонение нашего Господа Аминь Иисус 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 Дорог для меня Дорог для меня Иисус, благодарим Тебя За то, что Ты всегда с нами За то, что Духом Святым Ты поселился В нашем сердце Благодарим Тебя за Твое обетование Иисус, благодарим Тебя за дарованную власть Благодарим Тебя за безмерное величие Твоего могущества в нас Благодарим Тебя за Твои планы За Твои цели и намерения Отец, мы воздаем Тебе славу Отец, мы воздаем Тебе честь Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы желаем жить для Тебя, мы желаем исполнить волю Твою, мы желаем прославить Тебя, и мы желаем принести Тебя много плода. Зажги наше сердце Твоим огнем, наполни нас благодатью Твоей, пробуди наше сердце, зажги нас Твоим огнем. Во имя Иисуса Христа просвети глаза нашего сердца, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли видеть, чтобы мы могли видеть во имя Иисуса. И я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь, и за все, что Ты сделаешь в нашей жизни. Мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе честь, мы воздаем Тебе хвалу и благодарность Царю нашему и Богу нашему во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте Богу славу. Садитесь, пожалуйста. Спасибо, группа. Слава нашему Богу. Скажите, слава нашему Господу. Знаете, наш Бог достоин славы, мы очень счастливые люди. Знаете, иногда людям говорят, вы счастливы от того, что вы не знаете, как вы несчастны. А вы, дорогие, очень часто мы бываем несчастны от того, что мы не знаем, насколько мы счастливые. Мы такие счастливые. Бог открылся нам. Бог нашел нас. Бог спас нас. Бог простил нам наши грехи. Бог пришел в нашу судьбу. Бог пришел в нашу жизнь. Бог привел нас в свой дом. Омыл, освободил, записал имя в книге жизни. Мы дети Божьи, мы всех счастливее. Слава Богу. И это наше счастье. Знаете, в чем еще счастье? Что мы с вами живем в Америке. Вы даже себе не представляете, какие вы счастливые, что вы живете в Америке. Вы уже так привыкли к этой Америке, и она уже для вас, знаете, для некоторых, это Америка. Господи, слава тебе за Америку. Мы ничем не лучше тех, которые сегодня живут в Африке, у которых нет воды, у которых нет еды, у которых нет одежды. Мы не лучше тех, которые живут сегодня в Индии. Мы не лучше те, которые сегодня живут в Молдавии Мы не лучше те, которые сегодня живут в Украине Мы совершенно ничем не лучше Но вы знаете, Бог дал нам такое счастье жить в Америке Скажи громко, слава тебе Господь Что я живу в Америке И что у меня сегодня не болит голова о том О чем у многих людей на земном шаре сегодня болит голова Многие люди, просыпаясь, не знают, что они будут есть Многие люди, просыпаясь, не знают, чем корми своих детей Чем обогреть свой дом Так сегодня живут люди Мы с вами входим в 5% самых богатых людей, живущих на земле 5% Я вам хочу сказать, что для нас большой грех, когда мы печальны, унылые И чем-то недовольны или ропщим Ну ладно, можно понять, Израиль в пустыне Там воды нет, хлеба нет Ну там стоят Животные плачут Понятно Бог говорит, я томил вас голодом Я морил вас с жаждой Я испытывал ваше сердце Но у нас сегодня, слава тебе Господи Есть на столе Есть в холодильнике Есть в шкафу Есть в домах Знаете, Библия говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны тем Что человеку нужно? Пропитание и одежда Если у нас есть пропитание и одежда, значит у нас есть все Все, что ты имеешь сверх пропитания и одежды, это твое богатство А вот подумай, что ты имеешь сверх пропитания и повседневной, ежедневной, такой, знаете, необходимой одежды Вот все, что мы имеем сверх, это наше богатство Скажи соседу, ты богач? Мой брат говорит, куркуль Мы настолько привыкли к этому Мы настолько жили с этим Что мы уже даже не обращаем внимания И если чего-то у нас вдруг Чего-то не хватает Все, это трагедия Вы знаете, я вернулся с Украины Был две недели на Украине Жена моя была неделю Но мы ехали туда чисто по нашим таким Житейским вопросам Но так получилось Знаете, пути Господни, они неисповедимы И Бог так позволил, что я побывал на родине наших друзей, которые в собрании у нас Я был в Черкассах, были в Смеле, были в Русской Поляне В общем, видели многих родственников, друзей, знакомых Передавали огромнейшие приветы все Видел, где росли Спасались наши братья и сестры Так получилось, что в это время как раз там Иван Вельховой со своей женой Светой Не так давно мы помогали им отправлять контейнеры Если помните, на Украину мы собирали здесь вещи И там был Саша Цвор, был Вадим Кот Были еще друзья, они ездили Отвозили гуманитарку аж под Донецк Аж туда, где стреляют Они были где-то 5 километров от аэропорта Где там рвутся снаряды Навиделись они Ну я там не был, слава Богу Я был здесь, где мирно, где спокойно Где все хорошо Но я благодарю Бога за то, что я познакомился с Иваном Вельховым поближе И я был очень впечатлен тем, что они делают Очень впечатлен Я раньше как-то смотрел на его жизнь Думаю, ну человек живет в Америке Постоянно на Украину летает Постоянно там у него контейнеры Ну что ему тут, как говорят, бракует на Украине Или здесь в Америке Почему он постоянно туда Вы знаете, когда я побыл У них там остался еще их дом Куда они постоянно приезжают Где постоянно люди, постоянно Каждый день с утра до вечера люди Они там как папа с мамой Там церковь, которую они когда-то организовали Там спасенные люди, которые когда-то через них пришли к Богу Бывшие бандиты, бывшие наркоманы, бывшие алкоголики Сегодня служители, сегодня они служат и проповедуют Евангелие Познакомился с этими замечательными людьми Они там купили старую школу Переоборудовали и сейчас они ее уже закончили Под сиротский дом Это их собственные финансы Они работают в Америке, зарабатывают деньги И вкладывали в это здание И сейчас они будут брать туда Они собирались брать сирот Но в связи с положением в Украине Люди звонят с Донбасса Плачут Матери с детьми, пожалуйста, возьмите Нас и наших детей Иначе нам здесь очень страшно Поэтому они планируют в ближайшие вот дни Уже взять туда матерей с детьми Там был как раз Иван молодой Сын ихний, который живет на том берегу Который тоже очень много финансовым помогает Ну и так понял, это у них семейный бизнес Или семейное служение Они себя нашли Они себя нашли в служении Богу И мы были в этом здании Там уже занавески повесили Уже двери купили для туалетов В общем, прекрасное здание Я покажу несколько фотографий Были в сиротском доме Ездили, проведали там 20 где-то сирот Находятся, о них заботятся И вот этот контейнер, который отправляли Они там отобрали курточки Подарили детям Сейчас как раз зима Там увидите Посещали некоторых бабушек Которые живут Наши бабушки купаются в масле Как вареники, знаете? Наши бабушки По сравнению с теми бабушками Которые живут на Украине Я вам покажу только одно Так получилось Я вообще не любитель съемки делать, фотографировать Но Иван молодой Он должен был мне сбросить все Но не получилось у него Поэтому только несколько кадриков я покажу Значит, поехали мы В воскресенье было в Черкассах В большом собрании Где джинжурухи там Росли и были Там их все знают, любят Хорошая церковь Потом я был в Смеле проповедовал В среду Потом мы были в Ревцентре И были в Русской Поляне На этих собраниях В общем, прекрасные собрания были Люди очень довольны Ездили по бабушкам Ну, по бабушкам это меня вообще Приехали к одной бабушке Я покажу вам эту бабушку Живет в стареньком домике Ботинки Дырка насквозь от пальца Комната там Печка, кровать И вот это все ее жилье И заходим Она счастливая, довольная В мене все ее Слава Богу Все в мене е А практически Вы увидите, что в ней е Приехали в другой дом Еще одна бабушка Она вот так ходит Вот так Один зуб На весь рот Аллилуйя Слава Богу Мене все е Один глаз вообще не видит Второй глаз Немножко видит Мы пришли Она ест вареную морковку И говорит А у ней все У ней кухня на полу У ней вся посуда на полу Кровать и вся посуда на полу И там вот это она и ест И это ее кухня И зала, и спальня Это все вот Это комната И говорит Я такая счастливая У мене все е Каже Ото натру Лука с хлебом Поим И все И сыто И все е Каже У меня сестра говорит Она болеет Ей мясо надо Так я ей даю деньги на мясо Она кушает мясо А я вот морковочки сварю Хлеба с луком наемся И аллилуйя И в мене все е Представляете Она как банкир С одним зубом На морковке И на луке Но она еще людям Деньги жертвует Она дает кому-то На операцию Она дает кому-то Они болеют Она жертвует И у нее там было Немножко денег И у нее там кровать Иван сел на кровать Говорит Так что я сижу на ваших деньгах Да Вы представляете Человек У которого Ну нет Ничего Ничего Счастливый Довольный Благодарный И жертвенный Я был просто в шоке Жалко что нет кадров Я бы вам показал Эту красавицу Они же там не моются Там мыться негде Вот у дров им завезут На зиму Для тепла Мыться негде И вот то что первая бабушка Что вторая бабушка Поехали к третьей бабушке Попала в больницу Сделали операцию И вот пока деньги были Была В госпитале Прооперировали Деньги кончились Сказали бабушка едь домой И вот она приехала домой А там все вот так вот Разворачивается И выпадает Ее замотали Там заклеили Как-нибудь И вот эта бабушка Так живет Тоже так В одной комнате Семьи У которых много детей Газа нет Экономят В общем Жизнь Господи Слава тебе за Америку Скажи громко Боже Слава тебе за Америку За то что мы имеем И хлеб И к хлебу И все необходимое Одна женщина Пришла к Ивану Говорит Я на колени стану У меня шестеро детей Мне нечем платить за газ Пришли Сказали Если за газ не заплатишь И тут обои не поклеишь Мы детей заберем И вот Иван там Как папа Все к нему идут Со своими нуждами Со своими проблемами Со своими Болями Со своими ранами Они их там кормят Они за них молятся Они их греют И вот так он приезжает В Америку Здесь Подсобирал что-нибудь Контейнер собрал Отправил Поехал туда Света там Комплектует Раздает Развозит В общем Прекрасная жизнь У них Это слава Богу Но дело в том Что мы тоже живем В Америке Женя Давай Включи Пожалуйста Юра Можешь Выключить Свет Немножко На сцене Не с того Ты начал Жень Ты с конца Начал Это школа Которая Становится Сиротским домом Такое Огромное Здание Большой Ярд Полностью Сделали Ремонт Покрасили Комнаты Там уже Шторочки Висят Это большой Зал Где будут Собрания Проходить Это у них Такие Спальные Комнаты Это Туалеты Уже Двери Завезли Должны Поставить Это Кухня Это Комнаты Жилые Полностью Сделан Ремонт В общем Там Супер Это Сиротский Дом Где мы Были Где Живут Дети Двадцать Человек Это Их Комнаты Где Живут Дети Дальше Это Такой У них Туалет Ванна Это У них Такие Залы Это Дети Курточки Меря Которые Отправляли В контейнере Это Часть Детей Ходят На музыку В школе Играют Это Родня Остановись Немножко Это Вот Сидит Серега Кравченко Подожди Родной Брат Это Думанецкая Там Бачите Думанецкая Сидит Девчата Гарни Там Женихи Нужны Тут Тоже Нужны Да И Женихи Нужны И Невесты Нужны Все Хотят В Америку Давай Следующий Кадр Они Уходили Нам Заспевали Гарну Песню Все Спевают А это Это Вася Это То О котором Рассказывал Когда-то Вася Вельховой У него На голове Паук На коленях Звезды Я его Все Фотографировал Но я только Одну фотографию Показываю В общем Покаялся Бог его спас Освободил Он сейчас Пастор И В репцентре А это Бабуля Куда мы приехали Это ее Гараж На две машины Давай Это Это ее Уборная Дрова Которая Завозит Это Иван Кажет Становитесь Потографируй Ну это ж не мое Говорю Ничего Давай Это наше Это вход В ее комнату Это Это Тапочки На столе Это мы уже Второй раз Приехали Привезли Эти Нормальные Теплые Вот это ее Стоп Это ее Кровать На которой Она спит Это печка Которая ее Греет Вот это Окошечко Вот это Вся ее Комната Это Иван Есупы Отдает Пол Глиняный Это ее Печка И Она Кажет Слава Богу В Мене Все Это Это все Комната Я просто так И фотографировал Вокруг Это Когда-то Холодильник Был Это Скрытая Проводка Провода Сверху Это Потолок У нее Такой Это Она Возле Своей Хаты Это Пастор Кажется Смелый Да Это Девчата Которые Там Работали На Школе Порядки Наводили Мыли Красили Чистили Это Картина Васина Это Вася Но Такой Как Ребенок А Это Еще Один Бандит Прошлым Бандит Бог Его Спас Это Все Друзья Их Не Все Но Часть Друзей Которые Пришли Они Такие Проводы Делали Все Которые Через Них Покаялись В Их Доме Получили Духовное Крещение Спасенные Счастливые И Потом Они Там Песни Поют Вы Знаете Там Песни Поют Как Раньше Пели Включи Пожалуйста Ролик И Слова Включите Звук Что Никак Знаете Как В юность Попал Мы Раньше Всегда Когда Собирались Тоже Пели Песни И Иван Там Как Бать Ко Глава И Раньше Нас Глава Из Духом Песня Мы Нас Духом Завис Песня Он Он Нас Прочует Недухи Е Нас Он Нас 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 О а а а а а а и а а и да то в чем он одет это все гуманитарка и многие из них ходят в гуманитарки это то что им привозят передают их дети хорошо спасибо в общем что то показал скажите громко слава тебе господи я я прочитаю и мы с вами помолимся я хочу прочитать с евангелия от матфея с 9 главы и 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 Вот то, чем занимался Иисус, живя на земле. Ходил, проповедовал, исцелял всякую болезнь, всякую немощь. И знаете, что с ним еще происходило? Он видел. Написано, видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Когда он видел, в его сердце что-то приходило, какие-то особенные чувства. Написано, жалился над ними. Вообще в английском языке, где в русском стоит слово жалился, в английском написано, был движим состраданием. Вы знаете, когда мы видим чью-то боль, когда мы видим чье-то страдание, что-то происходит с нашим сердцем. Это вызывает сострадание внутри нас. Иисус ходил, служил и видел. И когда он видел, его сердце обливалось кровью. Он видел эту жатву созревшую. Он видел эти израненные души. И он видел, что его одного недостаточно. И он говорил ученикам молитве, господина жатвы, чтобы он выслал делателей на свою жатву. Скажите, если бы Иисус не ходил, если бы Иисус не проповедовал, что бы Иисус видел, ничего бы не видел. Иисус бы никого не видел и ничего не видел. Благодаря тому, что Он ходил и служил, Он видел. Вы знаете, Иисус однажды говорил, что многие соберутся ко Мне в последний день, когда Сын Человеческий явится, и Он сядет на престоле судить, и соберутся все народы, и Он будет отделять одних от других. И вот одни скажут, Господи, когда мы Тебя видели? Когда мы Тебя видели странником? Когда мы видели Тебя на гимн? Когда мы видели Тебя голодным? Когда мы видели Тебя в темнице? Когда мы видели Тебя в больнице? Когда мы видели Тебя, и они послужили Тебе? Я думаю, знаете, почему они его никогда не видели? Потому что они никуда не ходили. Поэтому они ничего и никого не видели. Если бы они ходили, как Иисус, они бы видели. Они бы видели голодных, они бы видели больных, они бы видели раздетых, они бы видели в темнице, они бы видели наркоманов, они бы видели алкоголиков, они бы видели погибающих, если бы они ходили. Но из-за того, что они сидели дома и никуда не ходили, они ничего не видели. Вы знаете, я когда-то в юности, у меня был друг, с которым прошло мое детство, мое юность, и я покаялся. И потом я пошел проповедовать к нему домой. Я знал, что он употребляет наркотики, но когда я попал к нему домой, я увидел общество молодежи на наркотиках. Я видел, как они все это варят, как они колятся, молодые ребята, молодые девчата. Я в первый раз в жизни увидел совершенно другой уровень жизни. Я попал совершенно в другой мир, о котором я даже себе не представлял. Верующая семья, верующие друзья, техникум, работа, дом, и вот круг, в котором я общался. Но я даже никогда не подразумевал, что существует совершенно другая жизнь. И таких жизней вокруг нас десятки. Разной жизни, где свои принципы, где свои законы, где свои приоритеты, свой образ жизни, свои переживания, свои трудности, свои разговоры, свои ценности, свои боли. И эти люди живут вокруг нас. Мы иногда пересекаемся с ними в магазинах. Мы иногда видим их на заправках. Эти люди, которые окружают нас. Но мы даже не знаем, как они живут и чем они живут. Только потому, что у нас наша жизнь, наши интересы. Вы знаете, у нас, ну простите, дома живет женщина пожилая. И у ней такое, я называю, бермонский треугольник. Спальня, туалет, кухня. Спальня, туалет, кухня. И вот все, это ее круг жизни. Вы знаете, многие христиане живут тоже в таком бермонском треугольнике. Дом, работа, церковь. Дом, работа, церковь. Дом, работа, церковь. И все. И мы ничего не видим. Мы ничего не слышим. Мы даже не знаем. И вот, когда мы видим вот такие ролики, они как-то немножко нас, ну, касаются. Как-то задевают. Как-то нас трогают. Потом мы возвращаемся домой, мы забываем. Возвращаемся на свои круги. Наши проблемы, наша работа, наши машины, наши кредиты, наши моргичи, наши билы. И мы вернулись в нашу жизнь, и мы все забыли. И мы просто живем в таком, знаете, бермонском треугольнике. Но послушайте, наша жизнь однажды закончится. И однажды мы будем стоять перед Богом и давать запрожитую жизнь. Мы будем давать отчет за финансы, которые Бог нам дал. Бог будет спрашивать нас за таланты, которые Бог нам дал. Бог будет спрашивать нас за благодать, которую нас наделил. И за все это мы будем давать отчет нашему Господу. За нашу прожитую жизнь. Насколько мы были благодарны. Насколько мы были щедры. Насколько мы были приветливы. Насколько мы посещали больных. Как мы ходили в тюрьмы. как мы кормили голодных, как мы одевали раздетых, как мы принимали бездомных. За все это мы будем давать отчет Богу. Вы знаете, мы поем такие прекрасные песни, Господь, вся моя жизнь для Тебя, все Тебе отдаю, Ты мой Бог, Ты мой Царь, Ты мой Господь. Как бы хотелось, чтобы это стало принципом нашей жизни. Что такое вообще видение? Знаете, в последнее время модно говорить о видении. Что такое видение? Видение – это когда человек видит нужду, видит какую-то проблему, видит какую-то боль. И эта боль начинает волновать его сердце. Эта проблема не оставляет его в покое. Она будоражит его внутренность. И он не может мимо проходить этой проблемы. И затем он молится, Господь, как решить эту проблему. И когда он молится об этой проблеме, Бог дает ему откровение, как решить эту проблему. И затем Бог дает ему благодать и ресурсы, чтобы решить эту проблему. И вся его жизнь посвящена на то, чтобы служить, решая эту проблему. Это есть видение. Подумай сам для себя. Какое сегодня твое видение? О чем сегодня волнуется твое сердце? О чем сегодня болит твоя душа? О чем ты можешь, закрывая двери, со слезами молить Бога, Господь? Я не могу смотреть на это. Меня волнует это. У меня болит это. Бог, о чем я могу плакать перед Богом? Что я увидел вокруг себя? Что затронуло мое сердце? Что есть такое в жизни, ради чего я готов жить и ради чего я готов умереть? Это есть видение. Если этого в моей жизни нет, моя жизнь пустая, бесцельная и бесплодная. Должно быть в жизни что-то, что меня захватило, что меня зацепило, что меня увлекло. Я смотрю на этого Ивана, глаза сверкают. Вокруг него, как дети маленькие, эти взрослые люди, они к ним мольнут, он их обнимает, он для них как папа. Он на своем месте, он нашел себя. Как бы я хотел сегодня, чтобы каждый из нас нашел себя. Послушайте, это может быть только тогда, когда мы не просто остановимся на нашем треугольнике. Мой дом, моя церковь, моя работа. Мой дом, моя церковь, моя работа. Когда расширятся наши глаза, когда мы выйдем на улицу, когда мы куда-то поедем, я уверен, что те, кто ездили когда-то в миссионерскую поездку, они что-то видели. Кто из вас ездил в миссионерскую поездку? Правда вы что-то видели? И бывает так, что едешь куда-то, ну думаешь, хорошо, я возьму с собой там, ну, энную сумму денег. Потому что ты еще не видишь, куда ты едешь. Но когда ты приезжаешь туда, ты и туда, и туда, и туда, и туда, и туда, и смотришь, там дна нет, там конца нет. Боже, если бы еще были, если бы еще были, и туда бы, и туда бы, и туда бы, и просто уезжаешь оттуда с таким впечатлением. Боже, сколько вокруг нас горя, сколько боли. А так часто наша жизнь проходит, такие, знаете, мелких, мелочах жизни. Я хочу рассказать одно стихотворение. Мы с вами помолимся. Я когда-то любил в юности стихи рассказывать. Силуэты деревьев на фоне вечернего неба. И в уютных домах, здесь и там загорелись огни. А я думаю, сколько людей не имеют насущного хлеба. Сколько жизнь доживают, как перст в этом мире одни. Сколько им нужно не то, чтобы полного счастья, но чтоб только когда уж совсем нету сил, кто-то искренне в знак доброты и участия нежно руку к согбенным плечам приложил. Человека душа, его внутренний мир, откровение. Людям нужно в их неповторимой судьбе, чтобы кто-то, кто полн неподдельной любви и терпения, просто выслушал их, позабыв хоть пока о себе. Чтобы кто-то делил в простоте их беду и удачи, но не ради награды, которая ждет в небесах, а с открытой душой поступать не умеют иначе, раз Христос у них в мыслях, словах и делах. Мне так часто встречаются люди, которым бы нужно лишь немного участия, немножко внимания, добра, поощрить их немного, немного хоть признаков дружбы, и они расцветут, как цветы пред приходом утра. День склонился к концу, все короче и жизни, дороги. Помоги мне, Творец, излучать теплоту на ходу. Я в пути, я спешу, а людей в этом мире так много, и нужды в этом мире так много, и пройденным путем я уже никогда не пойду. Две вещи, которые Бог желает, чтобы мы сегодня видели. Нужду, которая вокруг нас, и благодать, которую Бог дал нам для решения этой нужды. Боли и страдания людей, которые вокруг нас, и благодать, которую Бог дал нам для исцеления душевных ран людей. Я знаю, что когда мы служили людям, много чего видели, много чего слышали. Я знаю, что у нас, у каждого есть благодать, у каждого из нас есть дары, у каждого. И Бог желает, чтобы та нужда, которую мы видим, она была восполнена тою благодатью, которую Бог дал нам. Апостол Павел говорит, я молю Бога, чтобы Он просветил глаза вашего сердца и вы познали надежду призвания, богатство наследия и безмерное величие Его могущества в вас. Божья благодать нам дарована для служения ближним. Финансы нам дарованы, чтобы кормить голодных. Финансы дарованы, чтобы одевать раздетых. Финансы дарованы, чтобы помогать бездомным. Это нам даровано. Бог дал нам эту благодать. Вы знаете, когда разговариваешь с некоторыми евреями, они чувствуют себя, знаете, такое чувство достоинства. Мы евреи, мы особенные. Да, особенные. И на этих людях лежала особая задача, особая ответственность. Бог избрал этих людей, сделал их особенными, чтобы через них Бог стал известен языческому миру. Мы с вами сегодня особенные. И Бог вложил на свою благодать, чтобы мы могли этой благодатью делиться с людьми. И на нас сегодня лежит ответственность, задарованную Богом нам благодать. Поэтому я бы сейчас хотел помолиться с нами. Давайте мы поднимемся. Господь, открой мои глаза. Покажи мне, что я могу сделать. Господь, помоги мне выйти из этого треугольника. Господь, помоги мне увидеть, услышать. Господь, помоги мне, чтобы это захватило мое сердце. Господь, чем я могу Тебе послужить? Как я могу знать мое место в Твоем теле? Как я могу знать мое назначение на этой земле? Бог. Я не хочу просто ходить в собрания по воскресеньям. Господь, я хочу жизнь прожить для Тебя. И я хочу принести Тебе много плода. Покажи мне, зажги меня. Помоги мне найти себя в Твоем теле. Помоги мне найти себя в Твоем винограднике. Помоги мне найти себя в Тебе. Господь, пусть весь потенциал, который Ты вложил в меня, пусть он реализуется, чтобы я прославил Тебя и принес Тебе много плода. Во имя Иисуса Христа. Давайте мы помолимся. Благословен Ты, наш Господь. Благословено Святое Имя Твое, наш Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа мы стоим пред Твоим лицом. Мы благодарны Тебе за Твою любовь, которую Ты возлюбил нас. Мы благодарны Тебе за Твою милость, которую Ты явил к нам в Иисусе Христе. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты нашел нас в этом мире. Мы ничем не лучше людей, которые сегодня погибают. Мы ничем не лучше людей, которые не знают Тебя. Которые сегодня живут в рабстве, проклятии, в болезнях, болях и слезах. И Иисус, мы благодарим Тебя за то, что однажды Твоя благодать, Твоя истина и Твою Евангелие, оно достигло нашего сердца. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня в Доме Твоем, за то, что мы имеем все необходимое для жизни и благочестия. Ты обогатил нас всякой благодатью. Ты записал имена в книге жизни. Иисус, благодарим Тебя за Святой Дух, который живет в нас. Мы благодарим Тебя. Отец, благодарим Тебя за обилие материальное, которое мы имеем на этой земле. Мы благодарим Тебя за то, что мы ни в чем не нуждаемся. Ты дал нам так много. Отец, благодарим Тебя за это. Мы благодарим Тебя за жилье. Мы благодарим Тебя за транспорт, мы благодарим Тебя за еду, мы благодарим Тебя за одежду, благодарим за тепло, благодарим Тебя за мягкие кровати и подушки. Отец, благодарим Тебя, да будешь Ты превознесен. Отец, пусть все, что мы имеем, и мы сами, пусть это все послужит Тебе для славы Твоей, для созидания Твоего Царства и для проповедей в Англии на этой земле во имя Иисуса Христа. Иисуса, зажги наше сердце, пробуди нас, зажги нас Твоим огнем, чтобы наша жизнь стала полноценной, чтобы наше сердце, оно горело. И Иисус, чтобы мы могли плакать с теми, которые плачут, чтобы мы могли радоваться с теми, которые радуются во имя Иисуса Христа. Отец, я молю Тебя, да будет этот церковь городом, стоящим наверху горы, да будем и светом для этого мира, чтобы мы могли нести людям любовь, чтобы мы делали добро, и чтобы люди, видя наши добрые дела, могли прославить Тебя, чтобы в нашей жизни они могли увидеть Тебя, прийти к Тебе и обрести спасение и вечную жизнь во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь это, да будет Тебе вся слава, да будет Тебе вся честь, да будет Тебе хвала и благодарность, Царю и Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Мы сегодня будем вспоминать страдания Господа нашего Иисуса Христа. Это Новый Завет в крови Иисуса. Всякий раз, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего Иисуса Христа, мы говорим о том, что мы не одиноки, мы говорим о том, что мы спасены, мы говорим о том, что наши грехи уничтожены кровью Иисуса Христа, мы говорим о том, что наши раны исцелены ранами Иисуса Христа, мы говорим о том, что Иисус сделался нашим целителем, Он сделался нашим спасителем, И еще мы говорим о том, что мы в завете с нашим Богом. Мы говорим о том, что наши тела – это храм, живущий в нас Святого Духа. Мы говорим о том, что есть Бог, который верен нам. И мы говорим о том, что мы принадлежим нашему Богу. Завет говорит о принадлежности. Завет говорит о верности. И то, что мы с вами говорили, принимая водное крещение. Бог обещал нам свою верность. Бог обещал нам прощение. Бог обещал спасение, Бог обещал вечную жизнь. Мы обещали Богу добрую совесть, мы обещали Богу нашу жизнь, мы обещали Богу наши сердца, мы обещали Богу наши тела. И всякий раз, когда мы совершаем хлебопреломление, мы говорим о том, что я в завете, что я себе не принадлежу, что у меня есть Господин, имя которого Иисус, который верен мне всегда, и я люблю его всем моим сердцем. Поэтому сегодня, принимая хлеб, принимая вино, мы приобщаемся к его телу, мы говорим, что он моя глава, а его тело. Его служение на земле не закончилось. И то, что Иисус сделал, живя на земле 2000 лет назад, он сегодня делает на земле через свою церковь, которая из тела его. Это мы с вами. И то, что Иисус ходил, исцеляя, проповедуя, это то, чем сегодня занимается церковь. Она ходит в этом мире, она исцеляет и проповедует. Это наше назначение, это наше призвание. Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же самый. Слава Ему. Поэтому, когда мы сегодня будем приобщаться к хлебу и крови, пусть в наше сердце придет откровение. Господь, я благодарю Тебя за то, что я сегодня не одинок. Ты Духом Святым живешь во мне. Иисус, я Твоя присобственность. Я Твоя принадлежность. Иисус, я хочу прожить для Тебя. Зажги мое сердце. Я хочу быть верен своим обещаниям. Иисус, я хочу быть верен своей чистой доброй совести. Иисус, я хочу, чтобы Ты чувствовал себя хозяином моей жизни. Возьми меня и употреби меня для Твоей славы. Павел говорит, Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб. И вас благодарив, преломил и сказал, Примите, идите, это есть тело мое за вас ломимое. Это творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечерии сказал, Эта чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы идите хлеб сие и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сие или пить чашу Господню недостойно, Виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывать же себя человеки таким образом, Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, Тот ест и пьет осуждение себе, Не рассуждая о тело Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, То не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, Чтобы не быть осужденными с миром. Давайте мы поднимемся. Иисус взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, Это есть тело мое за вас ломимое. Иисус не только говорил о своей любви, Иисус показал свою любовь. Иисус отдал свое тело, которое было изорвано и избито, Чтобы мы были прощены и спасены. Библия говорит, он обнищал ради нас, Чтобы мы обогатились его нищетой. И благодаря его жертве, то, что принадлежит Иисусу, Оно сегодня принадлежит нам. Благодаря его жертве мы сегодня живы. Благодаря его жертве мы прощены, А мы ты и оправданы. Слава ему. Подними свои руки и скажи, Иисус, я благодарю тебя за то, что ты умер за меня. Я благодарю тебя за то, что ты жил ради меня. Ты занял мое место. Твоя кровь была пролита за мои грехи. Ты простил меня и оправдал. Иисус, я благодарю тебя. И я хочу жить для тебя. И я хочу прославить тебя. И я хочу исполнить волю твою на этой земле. И принести тебе обильный плод. Мы благодарны тебе, наш Небесный Отец. Мы благодарны тебе за твою милость. Мы благодарны тебе за твою любовь. Иисус, мы благодарим тебя за твое пронзенное тело. Мы благодарим тебя за твое разорванное тело. Мы благодарим тебя за твои раны. За твою пролитую кровь. Благодарим тебя за твою позорную смерть. Благодарим тебя за твое воскресение. Иисус, благодарим тебя. Мы благодарим тебя за то, что ты открыл нам себя. Иисус, спасибо тебе. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, наш Господь. Я молю Тебя, Отец, благослови наше сердце, да придет откровение Твоей любви, да придет откровение Твоей благодати, Твоей жертвы, да придет откровение Твоего могущества. Дай нам познать силу завета, чтобы мы были верны Тебе, жили для Тебя и служили Тебе. Пусть имя Твое прославится в нашей жизни, благослови наше сердце, чтобы нам принять этот хлеб, как Твое тело, чтобы мы осознавали, что мы не принадлежим себе, что мы члены Твоего тела, а Ты наша глава, Ты, Господи нашей жизни, Ты наш Бог и наш Царь, и мы благодарим Тебя. Пусть имя Твое прославится, пусть имя Твое возвеличится, имя Царя нашего и Бога нашего во веки веков. Аминь. Иисус взял хлеб и вас благодарю преломил. Пожалуйста, братья. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вечеря Господи могут принимать участие все, кто принял водное крещение, кто в мире с Господом, с людьми. Если есть гости, вы можете также принимать участие. Пусть Господь благословит вас. Принимая хлеб, мы приобщаемся к телу Господа нашего Иисуса. Пожалуйста, братья, можете. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы благодарим Тебя, Иисус. Изгонять бесов. Мы благодарим Тебя, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Мы превозглашаем, что мы не принадлежим себе. Мы превозглашаем, что Иисус мой Господь, Он мой Царь, Он Господин моей жизни. И я Его Собственность. И без Его воли не упадет ни один волос в моей головы. И Он живет во мне, Духом Святым. И я имею власть. Я имею власть. Скажи, я имею власть. Наступать на змей, на скорпионов, на всякую силу врачу. Я имею власть проповедовать Евангелие. Я имею власть изгонять бесов. Я имею власть исцелять больных. Потому что безмерный всемогущий Бог живет во мне. Благодаря завету я в Нем, и Он во мне. И то, что не могу я, может Он. Аллилуйя. Иисус, мы благодарны Тебе за Твою кровь. Иисус, мы благодарны Тебе за Твою жертву. Иисус, благодарны Тебе за искупление, за оправдание, за усыновление, за прощение наших грехов и дарованную власть и силу. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя. Мы принимаем это вино, как Твою кровь, Иисус. Твоя жизнь в нас. Твои совершенства в нас. Твоя полнота в нас. Твоя власть в нас. Твоя сила в нас. Твои дары в нас. Твоя святость и праведность в нас, Твои совершенства в нас. Мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя. Это Твоя жертва, это новый завет Твоей крови. И мы благодарим Тебя, Иисус. Пусть имя Твое прославится, пусть воля Твоя совершится. Царя и Бога нашего во веки веков. Аминь. Сия, чаша, есть новый завет в моей крови. Сия, творите, когда только будете пить мое вспоминание. Что вину мне может смыть? Помнишь, что лишь кровь Иисуса? Раны может исцелить? Помнишь, что лишь кровь Иисуса? Как дорога струя, Помывшая меня. На земле море, помнишь, что лишь кровь Иисуса? Чтоб очиститься гряжу, Лишь на кровоту Иисуса, Дан прощенья нахожу, Лишь скорость святой Иисуса. Как дорога струя, Помывшая меня. Аминь. 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 Иисуса. Иисуса. От греха и скупы друг, Он и что лишь кровь Иисуса. И добро моих заслуг, Он и что лишь кровь Иисуса. Как дорога струя, Аминь. 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 Иисус. Иисус. О, Иисус. Иисус. Михаил Он и благо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бог, богатый милостью по своей великой любви, Который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям Оживотворился Христом, благодатью вы спасены И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе Дабы явить в грядущих веках призабильное богатство Благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять Слава Богу! Он спас нас не по нашим делам, но Он спас нас для добрых дел Скажи соседу, ты спасен для добрых дел? Мы спасены не от дел, но спасены для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять Подними свои руки, скажи, Господь, благодарю Тебя За то, что Ты меня спас не от дел И я располагаю свое сердце для добрых дел Во Христе Иисусе Слава Тебе, Отец! Мы благодарим Тебя, мы любим Тебя Мы поклоняемся Тебе, мы превозносим Святое Имя Твое Мы воздаем Тебе славу, мы воздаем Тебе честь Мы воздаем Тебе хвалу и благодарность За привилегию знать Тебя Жить для Тебя, служить Тебе и исполнять волю Твою Зажги наше сердце, чтобы мы принесли много плода Чтобы мы совершили много добрых дел Чтобы когда закончится наша жизнь Боже, Ты мог смотреть с улыбкой Оценивай нашу жизнь на этой земле Во имя Иисуса Христа Благослови каждого из нас Пробуди нас, зажги нас Твоим огнем Пусть Твоя любовь движет нами Пусть Твои дары действуют через нас Для проповеди Евангелия Для покорения веры язычников Во имя Иисуса И мы благодарим Тебя За то, что Ты сделал это Тебе мы поклоняемся Тебе воздаем славу Тебе отдаем честь и хвалу Нашему Богу Отцу и Сыну И Святому Духу Аминь Поздайте Богу славу Садитесь, пожалуйста У нас сегодня еще есть гость Из Молдовы Там тоже очень веселая жизнь Пожалуйста, пастор Виталий, да? Пастор Виталий Слава Богу Примите искренний Сердечный привет Из солнечной Молдовы У нас солнце светит Тоже так, как здесь Слава Господу И мы можем быть благодарными Знаете, я Примерно Пять лет тому назад Я был в Египте Когда я вернулся обратно Я сказал Господи Спасибо Тебе, что я Живу в Молдове Знаете, всегда нужно быть Благодарными Знаете, Господи Он благословляет Когда мы Бываем таковыми Наши братья и сестры Они передали не только Привет Но они передали и Благодарность Всем вам Потому что я четыре Или пять лет тому назад Я был в вашей церкви И вы не отпустили меня С пустыми руками И знаете Не без вашего вклада Наше служение там растет Как пастор говорил И читал Слово Божье Из Евангелия Матфея Двадцать пятая глава Там написано О том Как будет судить Господь Иисус Христос Весь мир И одним он скажет Идите ко мне Потому что я был наг Вы одели меня Я был голоден И вы Дали мне кушать Я был В больнице Вы посетили меня Или был болен И посетили меня Я был в темнице И вы приходили ко мне Когда Господи Когда вы делали это Самым наименьшим Моим братьям Знаете Мы начали служить Тюремном служении Еще с 96-го года Я сам начал Это тюремное служение У нас в стране Не можем хвалиться Тюрьмами не хвалятся Обычно У нас есть 17 тюрем Переполненные Хотя у нас Христианская страна Называемая так Христианская страна Более 90 с чем-то процентов Христиане Но знаете Там полно христиан По тюрьмам В детских домах В домах престарелых И знаете Эти люди Они нуждаются Они нуждаются в Господе Они нуждаются В Евангелии Они нуждаются В спасении души Потому что Господь нас научил Это делать Но знаете Обычно Нищие люди Как говорил Господь Иисус Дух Божий на мне И Для того чтобы проповедовать Нищим спасение Несколько лет тому назад Господь говорил Лично моему сердцу Как нам благовествовать Слово Божье Знаете Мы ходили по школам Ходили по Институтам По Тишиневу В других городах Вы знаете Проповедовали Слово Божье Студентам Профессорам И так далее Знаете Некоторые из них Покаялись Слава Богу Но очень мало Очень мало Приходит в церковь Ни один из директоров Недалеко от нашей церкви От здания нашей церкви Находится Семь школ И я их всех посещаю Хотя Министерство образования Не разрешает нам Ходить по школам Потому что Нас Ну Называют Еще Сектантами Но Все равно Слава Господу Что эти директора Открыли свои сердца Мы заходим к ним Иногда часами За чаем За чашкой чая За чашкой чая Или кофе Мы разговариваем О Господе У них есть столько вопросов Я приглашал их в церковь Они не Знаете Обещали некоторые Сказали что придем Но никто не пришел Я Волновался в своем сердце И говорил Господи Что мне делать Как нам проповедовать Евангелие Почему они не приходят На служение Только некоторые из них А директора Не приходят Знаете Господь Мне открыл Евангелие от Матфея 25 глава И научил меня Как нужно проповедовать Евангелие И кому нужно проповедовать Евангелие И во-первых Куда направить Направление Нашего служения Знаете Мы начали видеть Ну это несколько лет тому назад Возле нашей церкви Умер человек Возле здания нашей церкви Он умер возле мусорного ящика Он был бомжом Знаете Я Меня это очень Коснулось Моего сердца Я понял что Господь Как бы осуждает Мой взгляд На Евангелие И на Евангелизацию Знаете Я Мы начали Начали служение Для бомжей В нашей церкви Господь открыл глаза Как говорил брат Открыл глаза И мы начали видеть Людей Нуждающихся Мы видели Престарелых людей Которые Стоят Или сидят Возле Ну на перекрестках дорог Там Или что-то Вяжут Там Или продают Или продают Старые вещи Знаете Мы начали И служение Для этих Престарелых Людей И в каждый день Мы кормим И бомжей Примерно 20-25 До 30 Бомжей Приходят Зимой Обычно Умножаются Число Бомжей Которые Приходят На наше Служение И Престарелых Примерно До 30 Человек Приходят Каждый день Они принимают Пищу И мы Учим Слово Божье Каждый день Мы читаем Слово По одной По одной Главе Священного Писания Уже закончили Новый Завет Начали уже Старый Завет Знаете Некоторые из них Они уже приняли Водное крещение Самая Старшая В возрасте В нашей церкви Ей 86 лет Она приняла Водное крещение 85 Валентина Ивановна Я ее спрашиваю Валентина Ивановна А вы Не боитесь воды Я переживал Потому что Ну слабенькая Худенькая Я думал Чтобы она Не воевала Против того Который Будет крестить Ее Знаете Окунать В воде И знаете Она говорит Брат Виталий С улыбкой на лице Говорит Я в детстве И говорит Я выросла В возрече В России И знаете Я привыкла К этому И я не боюсь воды Она приняла Водное крещение По вере И она очень радостно Приходит на На каждое служение В церкви Слава Господу И благодаря И благодаря Этому служению Для бомжам И престарелым И нищим людям Мы начали Другое служение В нашей церкви На русском языке Мы обычно Проповедовали На молдавском языке Наша церковь Называется Вяцанова То, что значит Новая жизнь В Тишиневе И нам пришлось Начинать Это служение Среди престарелых И людей Которые Не понимают Молдавского языка Я раньше их приглашал На молдавском служении И был переводчик Но они Почему-то Не чувствовали себя Очень уютно И мы сказали Давай мы начнем Служение На русском языке И начали С восьми часов утра На русском языке Служение В каждое воскресенье С десяти На молдавском языке Знаете Люди В полвосьмого Уже приходят На служение Когда мы открываем Уже некоторые Уже находятся там Слава Господу За это Мы заметили Людей Которые нуждаются Слепые Знаете У нас На телецентре Где находится Наша церковь Очень много Слепых людей Почему Потому что В советские времена Там находился Такое предприятие Назвалось Светотехника Знаете Они работали Им давали работу Сейчас Все разрушилось Никто не дает им работу Но они там еще живут Знаете Замечаешь их Этих людей Которые С палкой ходят Переходят дорогу Вот с этой белой палочкой Знаете Господь заговорил Моему сердцу Что нужно И этим людям Евангелие говорить И знаете Мы пригласили Этих людей К нам В церковь Я нашел Телефон Общества слепых Знаете Директор этого Общества По Тишиневу Она тоже Совсем слепая Женщина Она когда услышала Об этом Она сказала Конечно Господин Виталий Я очень рад Что вот Вы не забыли О нас Мы очень Открыты Для этого Знаете Начало приходить Десятками Даже сотнями Слепые люди Последнее время За последние Где-то Четыре-пять Месяца В нашей церкви Приходило Триста Более Трехсот Новых Людей Из Бомжей Из престарелых Из Слепых Людей Из Глухонемых И знаете Господь Работает Там Слава Господу За это Я очень рад Что Не без Вашей Поддержки Это служение Растет Потому что Знаете Господь Благ И это Не моя работа Если я У нас есть Короткая видеопрезентация Нашего служения Знаете Это все Для славы Божьей Потому что Я Не хочу Чтобы получить Здесь Воздаяние От Господа Я хочу Там На небе Я думаю Каждый из нас Должен искать Горнего Должен искать Небесного Потому что То не вянет Здесь все Мы потеряем Когда-то А то никогда Не вянет Знаете С 96-го года Я как ответственность За тюремное Служение По Молдове В нашем Союзе Пятидесятников И Ну С 96-го года Мы Трудимся Проповедуем Слово Божье По тюрьмам Два раза Или три раза В год Мы объезжаем Все тюрьмы Все 17 тюрьм Раньше Было 18 И знаете Проповедуем Слово Божье Но Два года тому назад Господь Загорел Наше сердце Чтобы мы Задумывались Не только Об заключенных Но о их Семьях И мы начали Служение Которое называется Один день с Папой В чем заключается Это служение Мы начали Проповедовать Слово Божье Этим заключенным Одной группе Людей Которых выбрала Сама администрация Тюрьмы Мы объяснили В чем состоит Этот проект Они были согласны Знаете Это только Благословение Божье И мы Раз в неделю Преподаем По одной книжке Которая Называется Потенциал Христианина И знаете Эд Кол Написал Эту книжку Это по жизни Иосифа И знаете Иосиф тоже сидел В тюрьме И Мы начали Проповедовать Раз в неделю Мы дали им Тетрадь Они заполняют Домашнее задание И те Которые заполняют Те Которые Хорошо себя ведут Им позволяется Раз в месяц Увидеть свою семью Встречаться И не там Не там В тюрьме Но на свободе Вы знаете В этом видеоролике Вы увидите Заключенных Как они встречаются В нашей церкви Со своими Семьями Со своими Детьми Слава Господу Если можно Давайте мы поставим Этот короткий Видеоролик Там пять минут И Да будет Господь прославлен У меня есть Идийский После служения Если кому-то Господь говорит В сердце Если кто-то хочет Благословить Это служение Чтобы оно Возрастало Потому что Не только Тридцать И не только Тридцать Престарелых людей Нуждаются в помощи Не только Двадцать Пять Или тридцать Бомжей Нуждаются в помощи Но множество И мы хотим Расти в этом Пожалуйста Мы взяли Как девиз Для нашей церкви Иванин Атмосфия Двадцать Пятая Тридцать Пятым Стихом Гомонизация Для престарелых Через физическую И духовную пищу Там есть И женщины Из Репцентра Для женщин Которые были в траффете Которых продавали Для проституции В Другие страны Не всегда у нас Очень богатый стол Иногда мы даем Только по буханке хлеба Или И по батону И Или Пакет молока Или тюфира И они приходят Они радуются этому Вот С общества слепых Брат В сентябре месяце Он принял Водное крещение Слава Богу за это А вот там Валентина Ивановна Которая приняла Водное крещение В прошлом году Мы Видели и Организовали Эмонализацию Для детей В интернатах В детских домах Иногда Позволяют Чтобы эти дети Приходили в церковь Вместе с воспитателем Они приходят И мы организовываем Для них Праздничные обеды Они очень рады Это дети Из детского дома Мы пригласили В нашу церковь Воспитателей Вместе Тюремное служение Наша церковь Три раза в неделю Посещает Тишиневские тюрьмы И здесь проект Один день с папой Это вкриковская тюрьма 20 километров От Тишинева На север И вот Заключенных Выводят из автобуса Им сняли наручники Еще в автобусе Чтобы Не напугать детей Их них Они в церкви Они встретили своих детей Они смогли Поиграться с детьми Они смогли Строить там Разные самолеты Из бумаги Со своими отцами Этому человеку Сидеть 17 лет Это в следующем году Он освободится Этот парень Его Анатолий зовут Он пишет Хорошие стихи Господь его благословил Крестил Духом Святым А это Другой выход На свободу Мы не хотели Только чтобы они Отдыхали И играли с детьми Но мы хотели Чтобы они Работали со своими детьми Мы нашли Одну семью Бедную Престарелых У них Был пробит шифер Знаете Там упал Кусочек Потолка И мы Ремонтировали потолок Вместе с заключенными Ихними детьми Ихними семьями Знаете Когда Вначале Престарелые люди Не знали Что это заключенные Работают у них дома Мы боялись Что они испугаются Но знаете Они обрадовались Когда они узнали Что это люди Из заключенных Кристианский лагерь Для подростков Для неверующих подростков Обычно мы их набираем Из школ Интернат Или из детского дома Знаете Многие из них Они отдали своей жизни Господу Слава Господу За это Это иммунизация Для глухонемых И слепых В нашей церкви Есть уже Три члена Церкви Из глухонемых Есть и Из общества слепых Эти люди приходят И они Так благодарны В сердце Знаете Я увидел В этих Незрячих Глазах Как появляются Слезы Как они Плачут И говорят Спасибо вам Что вы есть Спасибо что Вот вы Не забыли о нас После Этихиванализации Мы даем По кульку Продуктовому Патету Там макароны Рис Сахар Мука пшеничная Мука кукурузная И так далее Молитесь за нас Финансовые Нужны для помощи Бедным Мы хотим Продолжать Это служение Выборы Уже прошли 30 ноября Слава Богу Что там Не началась война Слава Богу Что там Есть мир Окна для молитвенного дома И за проект Один день с Папой Мы хотим продолжать Этот проект Мы только Организовали этот проект Только в одной тюрьме У нас 17 Мы хотим продолжать Это служение Большое вам спасибо Будьте благословенны Это Коротко о нашем служении Да будет имя Господне Возвеличено и прославлено Да может нам Господь Чтобы это Это Служение Возрастало Не умолялось Но возрастало И когда придет Господь Сто процентов Он нам воздаст Аминь Аплодисменты Слава Богу Все наши друзей Которые сегодня Родятся на этом поприще Как мы уже слышали Видя И слышать Нужные Людей Которые их окружают Конечно Это и есть работа церкви Слава Богу За этих служителей На это служение Мы согласились С братьями Выделить На служение В Молдавии Мы согласились Выделить Финансы Тем-то образом Помочь Дело в том Что мы сегодня Согласились Сделать сбор На сиротский дом Помните Мы в прошлый раз Говорили Которые в Кировограде Там Дети сиротского дома С Луганска И Кировоградской области Они сейчас Соединились В общем 53 ребенка Еще приехали В этот сиротский дом Которым мы Немножко так Помогали Финансу До этого времени И сейчас Там очень серьезная Нужда Свезли много детей Корми их Практически Нечем Потому что Очень трудно Сегодня выбить От администрации Города Или же Того района Где находится этот дом Какие-то финансы Ну как это Обычно делается Поэтому На это нужно Большое Ну время Длительное Квартал Даже два квартала И сегодня Просто просят Хоть какую-то помощь Оказать этому Дому Давайте мы Из того Что мы имеем Насколько мы Расположены Мы сейчас Делаем сбор Для этих детей Пусть нас Господь благословит В этом Чтобы наши Сердца были Открыты